Во Владимире состоялось общественное обсуждение по поводу планируемого в 2025 году благоустройства бульвара художника Иванова. Об этом сообщает городская администрация. В ходе проведения обсуждений на суд собравшимся представили два варианта благоустроительных работ. Первый предполагал строительство дублера, который должен быть отделен от основной дороги зоной отдыха. А второй вариант – расширение уже существующего дорожного полотна до четырех полос. Первый вариант предполагает, что зона для прогулок и отдыха, которую предстоит обустроить, представляет собой широкую аллею, которая разделяет встречные транспортные потоки. Вторым вариантом предусмотрены расширения проезжей части, имеющейся сейчас дороги до четырех полос, а бульварная часть расположится слева от нее, вдоль домов номер 55 и 51 Б по улице Балакирева. Судя по информации, на сайте городадминистрации участниками общественных обсуждений стали жители района, представители общественных организаций, сотрудники самой администрации и депутаты горсовета Владимира. При этом обсуждение проводилось без участия журналистов. Как сообщается на сайте мэрии, второй вариант благоустройства предполагает не только расширение проезжей части, но и создание зон отдыха, места для выгула собак и автомобильную парковку. Предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос, включая организацию кольцевого движения. Бульвар имеет две зоны отдыха. В первой предполагается организовать входную группу, размещение тематического арт-объекта и малых архитектурных форм, скамейки, урны. Вторая зона предполагает создание тропиночной сети с размещением малых архитектурных форм, качели, навесы. В зоне активного отдыха предусмотрены детские и спортивные площадки, воркаут. Напомним, этой весной бульвар художника Иванова стал победителем голосования по выбору объектов для благоустройства в 2025 году. Судя по опубликованному тогда предварительному дизайн-проекту, в этом районе должны были появиться игровая площадка и лавочки. 95% финансирования составят федеральные средства. При этом еще в 2023 году власти также заказали проект благоустройства этой территории почти за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. В планах было как раз расширить проезжую часть до 4 полос, а также создать зоны отдыха. Как пояснили нам тогда в город администрации, эти два проекта не были взаимосвязаны. И вот в ходе проведения общественных обсуждений был выбран вариант благоустройства бульвара художника Иванова, который предполагает и расширение дороги, и создание зон отдыха. Участники обсуждения сошлись практически единогласно. Вариант, при котором дорога будет располагаться с одной стороны, а не вокруг бульвара, более предпочтителен. В первую очередь он будет безопасен, а также оставляет более значительную площадь под организацию отдыха. Судя по сообщению на сайте городской администрации, эти работы будут вестись не в рамках исполнения наказов избирателей, как сообщалось ранее, а в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Алексей Домнин, Шестой канал.